как падение курса гривны отразилось на жизни Киева, Украина, бывшая из СССР 13.43, 27 февраля 2015 года роллы стали деликатесом, как падение курса гривны отразилось на жизни Киева На Украине на фоне перемирия и отвода техники появилась новая топ-тема для разговоров – валютный коллапс В среду, 25 февраля, ситуация накалилась до предела, по курсу Национального банка Украины 1 доллар продавали за 28 гривен, 58 рублей, в то время как пункты обмена валют перешагнули психологическую отметку в 40 гривен, 83 рубля В четверг доллар откатили до 26 и 34 гривен соответственно По состоянию на сегодняшний день страна живет в ожидании кредита Международного валютного фонда МВФ При этом в рамках реформы, согласованной с ним, правительство вынуждено будет в ближайшие дни пойти на ряд непопулярных мер Отобрать 15% пенсию работающих пенсионеров и повысить на 5 лет трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет Ранее уже было принято решение повысить стоимость газа для населения на 280%, новые платежки гражданам придут весной Как именно падение курса гривны отразилось на жизни Киева, выяснила лента.ру Времена, когда киевляне могли приобретать валюту в любых количествах, закончились в прошлом году В сентябре МВФ ввела ограничение, согласно которому на протяжении одного дня в одном конкретном отделении банка гражданину запрещено осуществлять финансовые операции более чем на 3000 гривен 6250 рублей Впрочем, данное лимитирование зачастую уже лишено смысла Автор этой статьи обошла отделение ВТБ, Сбербанка России, Крещатика и Ощадбанка на Майдане незалежности, а также 10 пунктов обмена валют, но ни долларов, ни евро там не нашла По состоянию на сегодняшний день есть несколько вариантов, как купить валюту, первый, стандартный, у перекупщиков Спекулянты прогуливаются по Крещатику и милицию своим присутствием абсолютно не смущают В основном их услугами пользуются те горожане, которым деньги нужны прямо сейчас, например, если им предстоит заграничная командировка Плюс, можно взять сразу одну-две тысячи в иностранной валюте Минус, заоблачный курс, на 2-3 гривны выше, чем в обменниках Второй, заплатить кассиру обменника 100 гривен и оставить свой номер телефона Некоторые киевляне из-за безденежья сбрасывают накопленную валюту, а потому так или иначе в наличии она появляется В 95% случаев кассиры действительно перезванивают заранее отблагодарившим их горожанам, это плюс Минус, то самое ограничение в 3 тысячи гривен Третий, купить рубли, а не в обменниках есть, это плюс Сейчас отношение гривны к российской нацвалюте, один к двум, и заработать на этой операции вряд ли удастся, это минусы Пункт обмена валюты в Киеве, 26 февраля 2015 года Четвертый, перечислить родным во Львов или Харьков гривны, там американскую валюту найти просто Объясняется это тем, что у киевлян доходы выше, а потому и доллары пока покупать есть на что Чего нельзя сказать о жителях регионов Плюс, сам факт покупки валюты по нормальному курсу Минусы, тоже лимитирование и возможность забрать деньги только при личной встрече Если доллары кладутся на карту, то снять их уже сложно из-за другого ограничения от бум Пятый, объездить на метропол Киева и все-таки найти отделение банка, где есть валюта Плюс, никаких переплат Минус, финучреждение с валютой Это огромная редкость, поэтому кататься придется долго Киевляне прибегают ко всем этим методам Впрочем, чем больше иностранной валюты горожане скупают, тем больше увеличивают панические настроения в целом Продуктовый ажиотаж на данный момент украинский сегмент Facebook Заполонили магазинные посты Жители столицу выкладывают фото из супермаркетов с пустыми полками Эти снимки не фейк Так дело обстоят на самом деле Лодку еще больше раскачали некоторые торговые сети, которые ввели ряд ограничений К примеру, сахар продают не более 5 килограммов в одни руки, а подсолнечное масло – не больше ящиков в руки Горожане в основном активно отовариваются мукой и крупами Необходимости в этом нет, поскольку больше, чем несколько месяцев, эти товары все равно храниться не будут Но паника есть паника Более мудро поступают те киевляне, которые элементарно начали экономить Например, горожане стали предпочитать мытому картофелю в сетках и очищенной моркови в целлофановых пакетах Овощи на развес грядки Несезонные огурцы и помидоры в магазинах спросом не пользуются За последние несколько дней ценники в мясных отделах прибавили пару гривен Дабы сэкономить, киевляне начали отказываться, к примеру, от филе, и стали покупать целую курицу, из которой можно приготовить сразу несколько блюд Из фруктов пользуются спросом сейчас только отечественные яблоки и лимоны Да, цитрусовые сильно подорожали, но горожане берут их для профилактики простудных заболеваний Шампунь для всех типов волос саботаж российских товаров Считают некоторые киевляне, хорошо, но дешевая продукция, лучше Поэтому популярность приобрели, в частности, товары одного из российских производителей Который изготавливает средства по уходу за волосами, кожей, рук и лиц Те, у кого с деньгами совсем беда, раскупают в магазинах крапиву и календулу Такой шампунь, к слову, на этикетке написано, что это, помимо прочего, и бальзам, разливают в Харькове в литровые бутылки Такая же ситуация с остальными бытовыми импортными товарами, памперсами, женскими средствами гигиены, зубной пастой Стиральный порошок, моющие и чистящие средства, благо, производят в Борисполе Киевской области и Арджоники Дзигнепропетровской области За ними очередь Автомобили поставили на прикол на текущей неделе В Киеве бензин дорожал каждый день на несколько гривен Сейчас средняя стоимость самой популярной марки литра 95 составляет 26,42 гривен, 49 рублей И если ситуация с курсом доллара не изменится, то трейдеры само собой не будут понижать цены Сейчас, чтобы заполнить бак, киевлянам нужно потратить одну минимальную заработную плату, 1300 гривен, 2400 рублей Те, кто не может себе этого позволить, пошли в метро, проезд в котором, к слову, в этом месяце подорожал в два раза, до 4 гривен за жетон Аренда квартир, плюс 50% владельцев столичного жилья также идут в ногу со временем и долларом Хозяин квартиры может прийти в любой день и сказать, на следующей неделе тут жить на 2000 гривен дороже Не согласен, до свидания, что, в принципе, и происходит Самые дешевые однокомнатные квартиры в Киеве, на окраине в Днепровском районе, 5600 гривен в месяц или 10370 рублей Самые дорогие, в историческом центре, в Печерском и Шевченковском районах, 9200 гривен или 17037 рублей Эти горожане, которые располагают средствами в размере 630000 гривен, 1167000 рублей, уже сегодня могут купить 40-метровую квартиру на левом берегу с панорамным видом на Днепр или озеро Сейчас есть некоторое количество подобных строек, которые уже находятся на этапе отделки, и въехать туда можно в середине лета А вот на вторичном рынке купить 30-метровую квартиру в спальном районе, но с неплохой транспортной развязкой и инфраструктурой, можно за 40 тысяч долларов Если есть наличные в валюте и потенциальный покупатель готов платить сегодня, то турку мести на пару-тройку тысяч Впрочем, сделок горожане сейчас практически не осуществляют Рынок недвижимости, по сути, мертв На одного покупателя приходится минимум 80 предложений В долларовые рассрочки, безусловно, никто не ввязывается Роллы стали деликатесом Средний чек в кафе подорожал на 30-50% Особенно это касается заведений, которые готовят блюда из импортных товаров К примеру, порция роллов сейчас стоит 80-120 гривен, в обозримом прошлом, в два раза дешевле Еще осенью за эти деньги можно было съесть салат в не самом плохом ресторане столицы За большую порцию так называемого американского ланча, в которую входит два шашлычка из курицы, картошка фри и салат, придется заплатить также 80 гривен, неделю назад, 55 Бокал светлого черниговского или Балтики, а также 300 грамм фруктового или травяного чая, 40 гривен, ранее, все по 25 гривен Сейчас развлекательные заведения в центре города заняты в лучшем случае наполовину в пятницу и субботу В будние дни, зайдя покурить кальян в лаунж-бар, зачастую можно стать единственным клиентом Зато не потеряли посетителей в популярных среди горожан и российских гостей вареничных Самая дорогая порция вареников, с лососем, здесь стоит 58 гривен Улиц Гасим и Свет Украинская столица является единственным городом государственного подчинения, а потому напрямую зависима от газбюджета и смету Киева На 2015 год, ввиду отсутствия денег в казне, в столице не запланировано масштабных строек или реконструкций Впрочем, о каких проектах можно говорить, если в любой день в столице могут перестать вывозить мусор? Дело в том, что в бюджете была заложена стоимость бензина по 6,5 гривны за литр, но ничего общего с реальностью эта цифра больше не имеет Единственное, с чем мэру Виталию Кличко повезло, так это с погодой Во-первых, снег в холодное время года шел не более пяти раз, в середине ноября и несколько дней подряд в феврале Во-вторых, морозы, речь идет о 10-15 градусах ниже нуля, в Киеве держались максимум пару недель, в январе Благодаря этому городу удалось сэкономить на топливе Градоначальники защеряются, как может В частности, вот уже несколько месяцев каждый второй уличный фонарь в столице отключен Также теперь частично не освещаются транспортные развязки Праздничную иллюминацию на Майдане в этом году горожане видели лишь однажды, в новогоднюю ночь Впрочем, полумрак на улицах по состоянию на сегодняшний день, не самая большая проблема Оказались не в силах платить за электроэнергию столичные коммунальные предприятия Киевводоканал, Киевпостранцы, Киевский метрополитен, а также больницы, школы и детские сады Объяснения этому все тоже, комплектующие и топливо растут в цене, а потребители, не платежеспособны Чем завершится данная эпопея на уровне столицы и страны, вопрос открытый Майданное настроение, отвечая на вопросы, собираются ли киевляне на новый Майдан Можно с достаточной уверенностью ответить, на данный момент, нет И объяснение тому предельно простое Если говорить о мэре Кличко, то, строго говоря, что можно требовать при бедном муниципалитете На данный момент жители столицы проявляют к градоначальнику терпимость Благо, оценку его деятельности придется давать уже до конца года Выборы мэра Киева состоятся уже 25 октября Если говорить о смене, свержении, руководство страны Киевляне считают, что сегодня анархия ситуацию не нормализует, а лишь ухудшит И добавляют, вы к власти рвались, вот и работайте А нам будет с кого спросить? Милиция у Нацбанка Украины, где проходит пикет за отставку главы Инбу Валерии Гонтаревой Впрочем, не все так однозначно На днях у здания Нацбанка Украины собрались несколько десятков человек так называемого финансового Майдана Которые протестовали против экономического кризиса Несмотря на то, что пикет не был массовым, власть отреагировала на него довольно нервно В ночь на 26 февраля пикетчиков разогнали сотрудники силовых структур Палатка майдановцев была снесена бульдозером Протестующие при этом были избиты Стоит вспомнить, что как раз после аналогичного разгона митингующих с Майдана Которые требовали у Янаковича подписать соглашение об ассоциации И началась революция Руководство МВД, между тем, от разгона пикета под НБУ уже отмежевалось Представители власти заявили, что этим якобы занималась не санкционированная министром А тем более каким-либо другим должностным лицом этой страны Часть киевской милиции Глава МВД Арсен Аваков признал, что применение силы было несоразмерным И принес пикетчикам извинения Дабы немного заглянуть в экономическое будущее Украины Лента.ру побеседовала с президентом Украинского аналитического центра Экономистом Александром Ахрименко Проводили ли вы по счету? Насколько с начала года обеднали украинцы? Согласно официальным данным за январь 2015 года, только за месяц инфляция составила больше 3% Если считать заработную плату в долларовом эквиваленте, то получается, что до начала 2015 года средний оклад по Украине в составлял 254 доллара, то теперь – 133 Оцените ситуацию на валютном рынке Насколько она критична в макроэкономическом разрезе? НБУ полностью потерял контроль над валютным рынком Теперь курс доллара определяет черный рынок А это значит, что он неконтролируемый и хаотичный В результате это может привести к полному краху экономики Курс доллара очень высокий, что крайне отрицательно сказывается на ценах на энергетические ресурсы Кроме того, такой курс ведет к росту проблемных кредитов Как результат, экономику Украины ждет рост безработицы